До конца года в регионе реализуют 24 проекта в области молочного скотоводства. 13 объектов реконструируют, 11 построят. Эти цифры озвучили на заседании Цвета по аграрной политике при губернаторе. Таким образом, в 2019 году в рамках крупнейших проектов планируется завершение строительства около 800 скотомест. Рассчитываем, что прочие хозяйства в своих инвестиционных программах предусмотрят увеличение маточного поголовья не менее чем на 700 голов еще. В ЗАО имени Ленина Собинского района завершено строительство животноводческого комплекса на 800 голов с молочным блоком. К 1 августа откроется комплекс на 400 голов крупного рогатого скота в СПК «Пионер» Судогодского района. Его построят по областной программе «ВАД Агролизинга» за 170 миллионов рублей. В мае в Юрьевпольском районе Шахабаова начнет строительство комплекса на 600 голов до иного стада и 700 голов молодняка. Объем инвестиций – 350 миллионов рублей, из них 20% – собственные средства предприятия. Окончание строительства и ввод комплекса в эксплуатацию запланировано на сентябрь 2020 года. И вывести комплекс на полную мощность мы планируем к 2022 году. В результате область дополнительно получит увеличение до иного поголовья до 3760 голов, а производство молока вырастет до 32 тысяч тонн в год. Власти надеются на еще один крупный инвестпроект – животноводческий комплекс на 2400 голов до иного стада в ООО Тарбаева Суздальского района. На днях предприятие отправило в Белый дом документы о признании проекта масштабным. В мае этот вопрос решит комиссия. Поделились аграрии проблемами. Банки месяцами тянут с кредитами, не хватает профессиональных кадров, дорого подводить к комплексам коммуникации. Больше всего фермеры нуждаются в земле. Губернатор обещал помочь, особенно тем предприятиям, кто готов к развитию. По каждому предприятию сделать дорожную карту, по тем предприятиям, которые готовы финансировать свое развитие, как собственными финансовыми ресурсами, так и теми финансовыми ресурсами, которые могут быть предоставлены со стороны администрации области. А у нас вот наша лизинговая компания, уставной фонд ее уже довели до 1 миллиарда 183, по-моему, или 180 миллионов рублей. Слушайте, колоссальный средств. Только в этом году 180 выделено. Помогут аграриям и с участием в различных программах. До этого на предприятие отправят сотрудника департамента сельского хозяйства, чтобы он помогал в подготовке документов. Глава региона просил сельхозпроизводителя обращаться к нему лично. Он готов решать вопросы в ручном режиме. Екатерина Зинурова, Петр Соколов, Губерния, 33.